Добрый вечер Сегодня с Годной Жаробьевкой на телеканале «Беларусь-1» выступит лидер Беларуской патриотичной парты Миколай Улахович. Пачаток у 19.30. Протягиваем выпуск. У рамках другого форума регионов Беларуси и России, який проходить у Сочи, подписаны два погоднения об супрацовнестве Заренбургской и Пензенской областями. Як означаю, подчас выступлений на пленарной часце старшиня Гомельского облывы Конкама Владимир Дворник, активное супрацовнество с российскими регионами – один из основных аспектов стабильного развития Гомельщины. Починаючи с 1993 года, мы подписали больше, как 102-баковых погоднений об гандлево-экономичном и навыково-культурном супрацовнестве. Сегодня наши партнеры размещены на всей территории Российской Федерации, от Бранской области до Республики Саха, Якутия. Летость товарооборот Гомельщины с российскими регионами склау 5 миллиардов долларов, за 7 месяцев этого года – 2 миллиарда 300 миллионов. Почас работы другого форума регионов Беларуси и России свою продукцию презентовали 15 предприемств у нашей области. Средо наибольшь значных акционерные товарыства «Гомсельмаш», «Мазырский НПЗ», «Светлогорск Химволокно», «Гомельский химичный» и «Беларусский металлургичный заводы». Значным попытом у российских партнеров корыстаются гомельские мясомолочные продукты, объем поставок яких у опошний час вырос на треть. Гомель завершает подрыхтовку до зимового периоду. При этом только традиционные замены со старылых инженерных сеток все лето не обмежавались. Олег Сенсеров наведал сегодняшнее посаджение Гарвы Конкама и ознайомился с планами городских коммунальников. Солнце еще светить, але былой теплы не уже нема. До того же ночи холодная, а на зимней шмат желтого листья. Дошла осень и сейчас подводить первые выемки подрыхтовки до нового теплянного сезона. Рыхтуется они летом. Эта примука явно не для комельских коммунальников. Рыхтоваться до осенне-зимового периода тут подшали еще весной. Дальше гост творили городскую комиссию по координации работ, на посаджениях, якой постоянно контролевали ход подрыхтовки. Сирот запланованного и выкананного у розных сферах. На маль 650 километрах тепловых сеток проведено гидравличное выпробование. Обследовано свыше 200 километров подземных газопроводов. Проведено профилактичесное обслуговывание тысячи километров водопроводных сеток. У вогули уключать отепление у гомеля будут отповедности с нормативами. Кали на протягу 5 суток запор, середняя температура поветра не перевысить плюс 8 градусов. Звычайно, это другая декада костричника. Да, гэтага часу работы еще будут протягиваться. Проведена замена 24 километров тепловых сетей. До начала отопительного сезона планируется еще заменить как минимум 5 километров. Подготовлены к работе в зимний период 32 котельные, которые обслуживают жилфонд и объекты социального назначения. В этом году мы планируем также закончить комплексный капитальный ремонт 17 жилых домов. Разум с тем, только ремонтом и техничным обслугованием инженерных сеток, все ли то у гомеля не обмежевались. Значную увагу уделили дорожные господарцы. До 1-го листопада у городе будет подрактовано как минимум 131 коммунальной снегоуборочной техники. Причем для того, как их работе не перешкажали машины, яки гомельчане часто покидаются на проездные часы, до Даткова створили клят тысячи парковочных мест. Сами дороги, вовсе яки мрази основные, так само провели у Надежный стан. Неди асфальтобетонное покрытие заменили, Неди узбоснили специальным составом. Все магистральные улицы приведены в надлежащее техническое состояние. Очень большое внимание хочется заострить такие улицы, как улица Советская, была выполнена поверхностная обработка, улица Ильича, проспект Тречицкий. Также в этом году уделялось большое внимание по обустройству парковочных мест в центральной части города Гомеля. Вы видите, какие у нас были построены парковки. Это улица Пролетарская, улица Хатаевича основные. Городские улады заполнивают, проблем в этом оцеплянном сезоне быть не повинны, а ли относятся до реализации запланованных мероприемств, необходимых все-таки по господарству. Разумную экономию, полюноэнергетичных ресурсов и бюджетных сроков еще никто не отменял. Алексей Нечеров, Евген Макеенко, Телеради, компания Гомель. Чарговая телефонная размова с жихарами регионов по хвалючих их пытанних отбудется завтра. Процставники выканавчей улады проведут промые линии. С 9 до 12 годин звороты грамадян будет примать наместник старшини Гомельского Аблвы Конкама Баляслав Казимирович Пирштук. Нумер телефона у Гомелей 75 12 37. Параллельно промые линии проведет старшиня Гомельского городского совета депутатов Ивана Фанасьевич Бородинчик. Звонков от жихарова областного центра чекают по номеру 75 19 84. Як и завсёды по субботах промые линии будут организованы так само у районных администрациях и райвы Конкамах. По ближайшую неделю белорусские мытники отзнашат свое профессийное свято. Сёня на аллее героя у молодые супрацовники Гомельской мытни приняли присягу. На церемонии побывала наша здымочная группа. Непосредно при несении урочистой клятвы попередничали вынос стяга, мытни и слова веншавания от героевництва. У Шарензе 18 молодых специалистов, 13 девчат и 5 хлопцев. Это самое лепшее. Как трапить на службу, им пришлось пройти довольно жёсткий отбор. Свои все усилия направляем на то, чтобы молодёжь пришла к нам достойная, профессиональная, грамотная, инициативная, дисциплинированная. Поэтому мы подбором кадров занимаемся, начиная с начала учебного года, пятикурсников, и практически в течение года. За нами родима. Миновита гэты лозунг нанесены на стях Державного мытного комитета. И молодое пополнение добра разумея, что от их працу многим будет залежить экономичная безпека Беларуси. А тому присяга на верность родиме для их не пустые слова. Я считаю, что каждый человек для себя лично через сердце проносит эти слова присяги. И мы клянемся и обещаем служить нашей республике и нести наш служебный долг. На сегодняшний день белорусская мытня по основных параметрах вышла на узровень лепших сусветных стандартов. Это выник кропотливой працы и самоудосконаления. Учарашним студентам больше зяких выпускники специальности «Мытная справа» Белдута. Каб стать соправданными профессионалами, яшчэшмад шаму придется научиться. Когда приходит к нам молодежь, мы прямо и говорим, что с окончанием вуза ваша учеба не завершилась. Ваша учеба будет продолжаться всю жизнь. И мы действительно, должностные лица таможни, на протяжении всей своей службы сидят за партами в учебном классе и учатся так же, как и молодые сотрудники. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». 20 вересня в Беларуси так само будет значаться День работников лесной господарки. Профессийное свято Гомельским державным вытворчым лесогасподарчим объединения отзначали шэрогам узнагород. З рук генерального директора Михаила Супруна, лепшие супрацовники аппарата кераванния, не отрымали грамоты Министерства. У целым лесогасподарчое объединение Гомельщины гэта 21 районный лесгаз, больше за 7 тысяч супрацовников и 2 миллионы гектаров площадь. По вытворчих показчиках яно працует по ведности с державной программой. Дарешина переда Днем Минску пройшел урочистый сход, на яким присутничали делегации усих территориальных органов лесной господарки Беларуси. У Палацы Республики были отзначены лепшие объединения, у Тымлику – Гомельская. Особливо было подкреслено, что не глядячи на высокий узровень погрозы пожаров у лесах гэтым летом, гомельские специалисты сдолили заховать ситуацию беспечной. Вы видите, какой год этот засушливый. И очень серьезная обстановка в пожарном плане в Гомельской области была. И остается сейчас, на сегодня, к сожалению. Поэтому министр принял решение, и еще 26 человек мы наградили благодарностям и грамотами Министерства лесного хозяйства. У войсковой части 55-25 отбылся гарнизонный развод милиции. Керавництвом областного управления внутренних справ были поставлены задачи, а так само уручены узнагороды супрационникам, которые вызначилися по службе. Подробностей в наступном сюжете. На пляце бригады внутренних войсков правооховники, которые заступают на охову громадского аппарата в ближайшие сутки. Патрульно-постовая служба на Рады ДПС ДАИ и Департамента оховы. У огольной колькости больше, чем 300 человек. Звычайный развод проводится непосредственно в подразделениях. Регулярно на огольный инструктаж сбирается весь гарнизон. В первую очередь, подвести, дать оценку за отчетный период личному составу наших наружных служб, детализировать стоящие задачи и конкретно отдать приказ на заступление личного состава по несению наружных служб. Подчас строевого огляду командиры подразделения упроверяют готовность супрацовников до несения службы, ведание инструкций, форму и внешний выгляд. После этого доклад об оперативной обстановце. У своих блокнотах вартовые аппаратку записывают предметы тех, кого шукает милиция. Могчима, гэта информация да поможет затримать злочинцев або знасти грамадянина, який лечится пропавшим без весток. Не лишний нагадать и алгоритм действий при возникнении экстренных ситуаций. Урочистая частка гарнизонного развода у знагороджене тих, кто визначился при выполнении службовых задач. Среди них – супрацовники от Рада милиции особливого призначения, у знагороды яких так само особливое. Майору Сергею Лукьянцеву и радовому Дмитрию Балашенко уручены черные абереты. Для бойцов АМАП – это не просто головный убор, а знак можностей и атрибут престижу. Каб заслужить право на его ношенне, треба пройти вельми жорсткий экзамен, який включает марш-кэдок с перешкодами, огнявую подрыхтовку и рукопашный бой с трима соперниками. У гэтый раз за 11 кандидатов в пребывание сдолили пройти усяго два человеки. Это тяжелее психологически, чем физически. Руслан Прелясковский, Сергей Нігеревич, Игорь Марышченко, телерадиокампанія «Гомель». У Гомельской библиотецы филияли номер два. У рамках этнографічного проекта «Ниць», якая излучает часы, отбылось открытием Музея народного побыту. Сирот самых каштовных экспонатов – жорнов, с допомогой якого раней вырабляли муку. А кроме того, тут можно знайсти ступу, коллекцию рушников и историчных книг. Ручная работа и этностыль – основные адметные рисы. Усяго в музее размещены больше як 100 экспонатов. Коллекцию избирали супрацовники библиотек города яж 6-90-х годов минулого 100 годтя. В своих квартирах, в домах, это все быстрее всего выбросят. А здесь мы с охранями сможем, так сказать, знакомить наших современников с бытами, обычаями наших предков. У библиотецы планують подрихтовать экскурсийную программу. Познаемиться с особливостями побыту наших протков можно кожный день у библиотецы, якая размещена по проспекте Кастрычника, 29. А кроме того, можно и унести свой уклад у пополнение экспозиции. Библиотека с удячностью прямая подарунки. Новины регионы, информацию о проектах телерадио компании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvarchomel.byway. На этом выпуск завершен. Добрых вам новинов и до новых встреч у эфиры. Субтитры создавал DimaTorzok